Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня у нас есть повод поговорить о муниципальной библиотечной системе, потому что совсем скоро именно в этой структуре грядут большие перемены. На студии находится директор библиотечной системы города Благовещенска Оксана Владимировна Климова и заместитель директора Татьяна Поздеева. Сегодня вот собственно с ними мы поговорим о радостных вещах. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну давайте действительно начнем сразу вот с того события, которое нас всех сегодня здесь собрало. Наконец-то библиотечной системы начали выделяться средства. Это действительно большая победа, я считаю ваша личная победа. Я вас с этим поздравляю. Теперь расскажем, по какому поводу выделили и сколько выделили средств? Ну 19 числа, 19 сентября состоялась коллегия при мэрии города Благовещенска Валентина Сергеевна Николита и мы защищали вопрос библиотечной системы и развития. Это вопрос местного значения, кадровая политика и также новые формы нашей работы. И в процессе нашей защиты мы предложили один из вариантов, который мог бы дальше продвинуть и развивать нашу систему. Более подробно расскажет Татьяна Сергеевна. Это ее любимый вопрос. Подвели. Любимая тема, да, это многострадальная тема. Сколько мы там всего планировали, хотели, мечтали, делали. И такое Валентина Сергеевна, что нас очень порадовало, мы посчитали это основной победой, когда мы рассказали про опыт нашей проектной технологии, что мы своими силами в систему привлекли больше 4 миллионов рублей на развитие за счет грантовых средств, добровольных, спонсорских и так далее. Но, конечно, большая часть это грантовые средства за период 2017-2018 год, то есть за полтора года. И сказали такую проблему, что, к сожалению, грантодатели не выделяют денежные средства на ремонт и приобретение профессионального оборудования. Ну и когда на коллегии, в котором присутствовали депутаты, общественность, мэр, заместитель, сказал, что да, действительно, это должно взять на себя для муниципалитет, и пишите свои расходы, мы рассмотрим и обязательно вам поможем. Расходы на что? Это вот тоже важный вопрос. Расходы? Ну, мы понимаем бюджет, да, что мы все-таки можем и на 100 миллионов написать, и на 200, и на 300, и она будет золотой. Но в рамках того, что есть, мы включили туда приобретение современного оборудования. Для чего? Для библиотечного обслуживания. Скажем. Есть большой проект, о котором мы уже не раз в этой студии говорили. Библиотека молодежная действительно находится у нас в достаточно сжатых условиях, скажем так. Маленьких условиях. А детей, подростков, в частности, вот именно там становится все больше и больше. Библиотека привлекает их не только книжками, но и многим другим интересным общением. И вот, наконец-то, мы когда, вот если не помню, год назад, или больше года назад уже объявили о том, что приняли решение здание отремонтировать, да, напротив драмтеатра, который находится. Эта библиотека какая? Именно Атолия Павловича Чехова. Да, совершенно верно. И вот, опять же, призывали мы и горожан поучаствовать в этом процессе, потому что здание большое, средств на ремонт, естественно, никто не выделял. Сейчас эти средства, получается, пойдут в том числе и на ремонт этой библиотеки? Да, конечно, пойдут на ремонт библиотеки, на приобретение специализированного оборудования и мебели. Для того, чтобы это место стало комфортным и удобным для молодежи и населения города Благовещенска. Ну, я знаю, что, естественно, никто не сидел, сложа руки все это время, да, когда приняли решение о помещении. Уже какая-то часть работ была выполнена. Кто участвовал, опять же, где средства брали на это? Он работал весь коллектив. Вот я еще маленько коснусь кадровой политики, что вот эта большая работа, которая проделана, она не только благодаря нам, но и всему нашему коллективу. Для того, чтобы они шли и думали, как мы вместе, естественно, мы их обучали. То есть у нас учреждение, как самообучающая организация. То есть один человек уезжает за пределы, он приезжает и обязательно обучает другого. То есть научился сам научить другого. Вот так. Вот почему они у вас все такие продвижные, потому что удается вот так внедрять эту систему. Ну и поэтому кто-то куда-то съездил за пределы, увидел что-то интересное. То есть они приносят к нам идеи. Также мы делаем соцопрос среди молодежи. Сами смотрим везде, только где возможно. Ну и благодаря этому родился такой проект. Большой проект, да? Татьяна, ну теперь тогда рассказывайте о наполнении, потому что это действительно очень интересно. Мы же говорили, что горожане могут поучаствовать в процессе. Да, они могут свои предложения, молодежь в частности, активно, насколько я понимаю, свои предложения вносили. Что в итоге решили? Да, ну на сегодняшний день уже в библиотеке Чехова работает студия звукозаписи. То есть это одно из... Уже? Уже. Как нам удалось? Та же общественность. Пришли и сказали, что мы слышали, что вот можно в библиотеке сделать студию звукозаписи. Да, конечно. Ребята пришли со своим оборудованием. То есть абсолютно со своим... Ну мы там поняли, что договорные отношения мы составили. И сейчас спокойно прийти можно в нашу библиотеку и записать стихотворение, да, там прозу, или там записать там песню, там мелодию, спей, там я не знаю, что угодно можно сделать. Сейчас в связи с тем, что Оксана, ну, Оксана, она приняла также решение, да, на тот момент, еще изменить график работы до девяти библиотеки вечером. Девяти вечера. Да, с девяти утра до девяти вечера в настоящее время работать. Постоянно вечером там проходят какие-то мероприятия, однозначно, да. Вот про само оборудование, так вот уже, чтобы время ограничено. Представляете, вот заходите в современную библиотеку, тут же кофе-аппарат будет, да, которым мы также будем привлекать. Станция автоматическая книговыдачи. Я понимаю, что это план. Ты взял книгу, ты не идешь к библиотекарю, ты поставил на станцию автоматической книговыдачи, там сколько тебе надо, там пять-шесть книг поставил, все, тебе на электронный билет записалось. Ты взял книги, положил в пакет, пошел домой. Записывать не надо будет, да? Нет, 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 все это будет автоматически, да. Библиотекарь будет заниматься другим делом дополнительно, вот это да. Ну и в том числе, если кто-то не захочет через это, ну, может пойти в библиотеку, он, естественно, так же не записывая, проведет, как, вы знаете, ну, в магазине-супермаркете. Раз провел, все, книжечка у тебя есть. То есть мгновенный процесс. Все мгновенно. Будет, естественно, у нас модульная мебель, ну, практически там, ну, тоже достаточно средства на него, ну, заложены на именно такую новую, современную мебель. Мебель, знаете, не будет, допустим, что-то вот поставить, все у нас здесь стоит. Это все будет постоянно к тому, чтобы можно меняться мобильную, перестраивать под различные мероприятия. Для того, чтобы, да, для того, чтобы проводить какие-то и лекции, встречи какие-то интересные, да, для того, чтобы всем хватало места рассесться. Я так понимаю, что вот эта вот атмосфера, она как раз в московской молодежи. Да, ну, конечно. А самое главное, что еще практически миллион рублей, ну, мы будем так говорить, заложено на пополнение книжного фонда. Ну, современная литература для молодежи, потому что все-таки библиотека переквалифицируется. Если книжный фонд, то тоже нужно его сделать, чтобы он был актуален для молодежи. Ну, это тоже как одно из ключевых моментов. Библиотека без книг – это не библиотека. Татьяна Любимая Сергеевна, замена оконных блоков. Сейчас они меняются, подоконники делают все деревянные, на них молодежь может лежать, читать, лежать. С подушечками. Сидеть, мечта просто, я уверена. Но она уже осуществлена, уже практически закончена ремонтная работа. Мало того, я действительно помню, какие там окошки старые были, да, то есть, естественно, надо было поменять, потому что, ну, уже все устарело очень-очень давно в этом помещении. Помещение действительно сейчас, благодаря вот этим средствам, ну, полностью поменяет свой облик, да? Конечно. Этого достаточно, опять же, 7,5 рублей на ремонт. Я так понимаю, они не за один год будут, да, собственно, даны вам. Надо будет их осваивать. Этого хватит или же будете еще привлекать, возможно, опять же, какие-то средства, ресурсы? Ну, как всегда говорится, всегда мало, да? Но мы этому очень рады. Большая часть в 2019 году будет осваиваться. Но мы все равно будем продолжать писать проекты, придумывать различные акции, там, реализовывать различные проекты. Поэтому я думаю, что еще благодаря нашим усилиям мы еще сможем что-то привлечь и улучшить условия для наших посетителей. Ну, дай бог, чтобы фантазии нашей библиотеки никогда не иссягла. Насчет книжного фонда тоже не могу не спросить, да, потому что молодежь действительно... Книг очень много, объем огромный. Все понимают прекрасно, что в магазинах цены на книги такие, что, ну, как бы не каждый себе может позволить, особенно молодежь, да? Вот насколько удается действительно современный контент поддерживать? Ну, это удается, знаете, обратной связи. То есть в одной из социальных сетей мы написали, что мы сейчас планируем приобретать новые книги. Какие вы бы хотели, чтобы мы для вас приобрели? Больше ста книг уже написали у нас благовещенцы, то есть различная тематика, различная сумма, да, то есть мы когда смотрим, мы работали с этим списком. Я очень рада, что процентов 85% наших подписчиков, они, это была целевая аудитория молодежь. Ну, то есть мы смотрим же, да, там, по профилю. Ну, и вот таким образом также будем формировать актуальный фон для наших читателей, безусловно. Каждый, кто написал книгу, мы ему позвоним, пригласим. И он ее получит. Ничего себе. Это вот в 18-м году. Ушли от того, когда библиотекарь просто садился и сам думал, какую же книгу приобрести. То есть это нам позволит, кто-то приходит, спрашивает книгу, а ее нет, а кто-то дома находится, думает, да, ее там по-любому нет. Поэтому мы делаем, привлекаем людей таким ходом, которые никогда к нам и не ходили. Они придут. Я так понимаю, удается, в принципе, это работает, действительно. Ну, и, конечно же, это электронная подписка Литрес. То есть также мы планируем, мы заложили денежные средства на 19-й и плановый период 20-го года. Кто не хочет читать бумажные книги, может скачать, как мы говорим, скачайте книгу за наш счет и читайте с удовольствием. Потому что это потрясающая услуга, правда, даже сама лично воспользовалась. Спасибо вам, действительно, за такую возможность огромное. Я желаю только вам реализации всех этих планов с плюсом, умноженных как минимум на два, чтобы действительно все получилось, чтобы молодежь получила у нас в маленьком городе Благовещенске шикарную библиотеку. Свою молодежную современную библиотеку имени Антона Павловича Чехова. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Приходите еще. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня с гостях была Оксана Владимировна Климова, директор библиотечной системы города Благовещенска. И заместитель директора Татьяна Поздеева. Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok